И будущий век, шестой уклад, это век углерода Он, безусловно, наступит И вот вопрос здесь состоит только в том Возможно ли это? И есть ли надежда? А вот дальше я хочу показать следующий слайд Не мы первые, не мы последние такой вопрос задаем Вот из библейской истории хорошо известно Что после всемирного потопа Ной, который был в Ноевом ковчеге Старый Ной, которому было 600 с чем-то лет в это время Он таким же вопросом задавался Кстати говоря, это иллюстрация французского художника Густаво Доре Который прожил всего 51 год Нарисовал более 30 тысяч гравю и рисунков на библейские темы Он все легенды библейские изобразил И вот я использую этот рисунок Потому что у меня с моего детства От моего прадеда есть Старая Библия Вот такой толщины Где через каждые две страницы Идут иллюстрации вот этого художника Доре И я еще не умею читать С бабушкой старой сидел Перелистывал эту Библию И у меня в голове вот эти образы художественные Библейские, в общем, отражались Так вот, Ной, чтобы знать Что же делать дальше Вода сошла Ковчег стоит на мели Возле горы Арарат А есть ли жизнь? Есть ли условия для жизни? Можно ли жить дальше? Есть ли надежда? Он выпустил голубя Вы видите здесь вот голубь летит белый Голубь вылетел Какое-то время летал И потом вернулся, держа в клюве Зеленую веточку оливы И это и есть благая весть В таком понимании И вот следующий слайд покажите Мне кажется, что Графена это как раз такая благая весть И я бы, вот думая над тем, как Ведь через меня много всякой литературы И сведений и данных проходит Я разделил все это на две неравные части Первая часть, я ее назвал коротко Тупики, которые удалось или удастся разрешить С помощью графена И второе, это неожиданности То есть то, что нельзя было предположить То, что вообще нельзя Вопросы, которые вообще нельзя было поставить Некоторое время тому назад И которые, как только был открыт графен Как только были его свойства найдены Эти неожиданности сразу посыпались Как из рога изобилия Но если говорить о тупиках То, конечно, здесь самый главный тупик Это информационный Я уже об этом немножко говорил Тупик, связанный с миниатюризацией Отдельных элементов И вот это самое Так называемое У нас неправильно называют Законом Мура Это никакой незаконный Это просто правило Человек положил три точки на одну прямую И продолжил, произропорировал ее во времени Потому что никакого особого закона нет И вот этот так называемый закон Мура Он не соблюдается И не будет соблюдаться Когда мы подойдем к размерам Меньше 20 нанометров Дело в том, что те специалисты Которые работали в области химии и физики наночастиц А это направление довольно интенсивно развивалось Оно и сейчас развивается Но там лет 20-25-30 тому назад Мы совершенно отчетливо понимаем и знаем Что при размерах частиц 20 нанометров Существенно, принципиально Меняются многие физические вещи Ну например У наночастицы золота 10 нанометров Появляется запрещенная зона Вы меня простите Это металл У которого имеется вполне определенная запрещенная зона И наоборот Наночастицы кремния И ширина запрещенной зоны кремния Возрастает в 3,5 раза При уменьшении размеров частицы До 5-6 нанометров Температуру плавления такого рода частиц металлических Например, которые используют металлические проводники Контакты и всякие другие металлические участки В очень большом числе присутствуют Во всех больших электронных схемах, чипах Там так далее и так далее Так вот, когда вы их начинаете уменьшать до наноразмеров Размеров 20 нанометров и меньше То температура плавления этих резко падает Но вот здесь Сергей Викторович Ткачев рассказывал Про те полосочки, которые мы делаем из наночастиц серебра Так вот, серебро там в этих полосочках плавится Ну, при 120 градусах Тогда как температура плавления серебра гораздо выше Золото, в котором температура плавления 1300 градусов Плавится в виде наночастиц ниже 400 градусов И так далее То есть, а так как на сегодняшних схемах Большое число и очень плотное расположение элементов То там большие температуры выделяются И, соответственно, большое количество тепла И, соответственно, температура повышается И, соответственно, идет оплывание контактов Они оплывают Они перестают быть теми Иметь ту морфологию, которая им задана Которая рисуется вот на большинстве с кем и так далее Таких вот резко очерченных граней Не существует А что это означает? А это означает то, что они начинают сливаться Они начинают уплощаться до монослоя И вы теряете там на контактах очень много И заряд, и все остальное И поэтому решить эту проблему непосредственно По-видимому, на существующей планарной технологии Перейти на размеры меньше 20 нанометров Мое глубокое убеждение не удастся Надо искать новые пути А новые пути искать можно только на других материалах Из всех материалов, которые на сегодняшний день есть Это же, конечно, после... Раз сформулирован вопрос, то, значит, должен быть ответ Вопрос сформулирован Что будет после кремниевой электроники И ясно, что это будет не нитрит галлия Ясно, что это будет не арсенит галлия Ясно, что это будет не алмазные пленки Хотя у каждого из этих материалов есть свои интересные преимущества Есть интересные свойства и так далее Но ведь это не решение вопроса И только графен и его разновидности Разного рода производные графена Позволят нам, по-видимому, решить этот вопрос Искусственный интеллект Это тоже проблема, связанная с шестым технологическим укладом Я далек от мысли рассуждать здесь О информационно-нейро и всякой другой части этой проблемы Меня, опять же, интересует материальная сторона этого дела Значит, самое первое и самое реальное, что делается и может быть сделано Это создать симбиоз Человек-человеческий мозг-компьютер Такой интерфейс Но ведь как это сделать? Для этого должен быть вживлен некий чип Проблема отторжения Она сейчас стоит чрезвычайно острая Те кремниевые чипы, которые делаются сегодня Многочисленные для разных задач, для разных целей Они, во-первых, болезненный процесс Их ведения в человеческий организм А во-вторых, они очень быстро отторгаются Почему? Потому что, естественно, организмы, клеточные системы Они привыкли отторгать любой посторонний предмет Который пытается втиснуться, войти в их структуру И с этой точки зрения Графен ведь это материал, который мы можем модифицировать И это не фантазия, а вот все, что здесь перечислено Уже на тех или иных примерах осуществлено Вы можете взять шуйку графена И покрыть ее теми легандами Которые для биологических систем, для клетки не посторонние Они им близки и по составу, и по функциям При этом, конечно, какие-то электрофизические и другие свойства Графеновой пластины изменятся Но мы можем это контролировать Мы знаем, что мы делаем Мы можем взять вот эту аминокислоту И получить вот такие значения Можем взять другую аминокислоту Или другой белковый фрагмент Получить вот такие-то характеристики Это управляемо И вы ничего подобного с кремниевой пластиной сделать не можете В принципе Вы не можете к ним привязывать химические вот эти все группировки И стало быть, это тупик А здесь проблема может быть решена Но это не значит, что сегодня у нас есть решение окончательное Это лишь направление, которое, на мой взгляд, реально А трудностей будет много И многие вещи там нужно будет еще делать Я могу говорить до бесконечно Спасибо большое Спасибо большое